Всем привет, Осет Абишев. 11 числа, в четверг, я был на следственных мероприятиях, продолжается следствие по январьским событиям. И была очная ставка со следующими сотрудниками правоохранительной системы. Это сотрудники Джетсуйского управления полицией города Алматы и полицейские, которые непосредственно работают в департаменте полиции города. И один из сотрудников, в общем, описание мы дадим под видео, это фамилии, имена тех сотрудников, которые принимали участие в научной ставке, в следственных мероприятиях. И дадим короткое пояснение, но факт в том, что один из сотрудников дает показания на сотрудника КНБ, который отдавал приказы и указания по моему задержанию. И следствие продолжается, и мы будем выяснять происходящее, во всяком случае будем прояснять ситуацию, что происходит, как происходит, как идет следствие. Всех подробностей мы не можем оглашать, можем только то, что нам выдают на руки. Никаких документов я не подписывал о неразглашении, какой-либо тайной, что не может быть тайной вообще, на самом деле. В этот раз эти сотрудники, которые принимали участие в очной ставке в четверг, 11-го числа, они все меня узнали. Кто был на задержании, кто допрашивал, но при этом они говорят о том, что все было в рамках закона, все они представились, все они показывали удостоверение. А подполковник, выпуская меня из ЭВС, заявил, что даже 500 тенге мне дал. О чем заявил на очной ставке под протокол, что он такой сердобольный, что дал мне 500 тенге. И вот это вот меня возмутило, на самом деле. Ладно, врут там, что ничего не били, ничего не происходило, но про эти 500 тенге они там друг у друга сигареты стреляют. Такие 500 тенге. Поэтому в тот день я возвращался попутками. Слава богу, добрые люди еще не перевелись и меня довезли до дома. Следствие продолжается, вранье налицо, они все меня узнали, но при этом действовали в рамках закона, как они говорят. Все это неправда, и поэтому мы будем добиваться правды и будем продолжать, в общем-то, через следствие выяснять правду и пытаться доказать свою правоту и наказать тех виновных, которые принимали участие непосредственно в моем избиении, в пытках, незаконном задержании, незаконном удерживании меня более чем 7 суток без каких-либо объяснений, без каких-либо предъявлений обвинения, без, значит, повестки, без санкции следователя даже. Вообще никаких документов предоставлено не было, были только избиения и все. Спасибо за внимание.